Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Иван, я вас приветствую на канале Процветок, и сегодня мы поговорим с вами о нескольких причинах пожелтения листьев у огурца. Меня достаточно часто спрашивают, почему желтеют листья у огурца, какие есть причины. Но отсутствие истории выращивания растений, отсутствие ведения записи в каком-нибудь дневнике огородника не позволяет в полной мере помочь таким огородникам в решении их проблемы. Поэтому я вам назову 8 основных причин, по которым желтеют листья у огурца. Первая причина – это недостаток света. Недостаток света может касаться листьев, которые находятся в нижнем ярусе огурца, они просто затенены, такие листья можно постепенно удалять, точно так же, как и у томата, но также пожелтение листьев из-за недостатка света может наблюдаться и в среднем ярусе выращивания огурца, в том случае, если ваш поликарбонат недостаточно прозрачен, или стекла грязные, или, ну, по какой-то причине, может быть, под яблоней какой-то ваша теплица стоит, и поэтому света огурцам не хватает. Это первая причина. Вторая причина пожелтения листьев огурца – это неправильный полив. Его избыток этого полива или недостаток. В случае избытка в почве не хватает кислорода, корни задыхаются, в случае недостатка им не хватает влаги. Поверхностная корневая система огурца не позволяет выдерживать вот эти перепады влажности, от большой влажности и низкой. Вы должны помнить, что под огурцами почва всегда должна быть влажная и умеренно влажная. Это очень хорошо решается с помощью прекрасного универсального способа, а именно мульчирования. Мульчирование как раз будет способствовать, ну, снижению вот этих перепадов влажности, и, как следствие, не будет приводить к пожелтению листьев. Следующая причина – это, конечно же, поражение болезнями, в особенности пероноспорозом, ну и другими тоже. Здесь нужно хорошо понимать симптомы этого заболевания, видеть какие-то фотографии для установления причин пожелтения и по внешним признакам определять, что это за болезнь и болезнь ли это. Следующая причина – это, конечно же, вредители. Вредители могут вызывать пожелтение листьев. В первую очередь это белокрылка и паутинный клещ. Для каждого из них существуют характерные особенности пожелтения. Для белокрылки это пожелтение крупными зонами в межжилковом пространстве, а при повреждении паутинистым клещом это такая мраморность, это россыпь желтых точечек по всей поверхности листа. Тоже надо зачастую видеть лист для того, чтобы действительно понять, какая была там причина. Следующая причина – это нехватка элементов питания. При этом лист может желтеть полностью, если не хватает азота, например, или лист может желтеть только по краям, так называемый краевой ожог, если в случае не хватает калия. Также может быть пожелтение молодых листьев, если не хватает железа, или межжилковый хлороз может образовываться у более взрослых листьев, если не хватает железа. Также межжилковый хлороз характерен для нехватки цинка, который очень важен для тыквенных растений, а также для мужского здоровья. Также очень важно своевременно подкармливать микроэлементами, которые содержат, например, тот же марганец, из-за недостатка которого также могут желтеть листья. Ну и недостаток фосфора также приводит к пожелтению старых, особенно листьев. Еще одна причина пожелтения листьев – это повреждение корневой системы. Здесь в первую очередь роль играет наличие таких вредителей, как проволочник, медведка, может быть, крот подрыл ваше растение, при этом это может быть пожелтение, которому сопутствует увядание в жаркое время, суток, когда корневой системы не хватает для того, чтобы восстановиться, и, как следствие, листья желтеют. Для этого необходимо провести обязательные мероприятия по восстановлению корневой системы. Дрожжевые подкормки, в том числе опрыскивания, подкормки монофосфатом калия, подкормки янтарной кислотой будут способствовать восстановлению, в том числе, корневой системы растений. Но также не надо забывать, что и болезни вредят, корневые прикорневые гнили, также вредят корневой системе и вызывают повреждения корневой системы. Следующая причина – это солнечный ожог. Она в противоположность первой причине связана с тем, что солнца бывает слишком много. В этом случае мы наблюдаем не просто пожелтение пластинки, а в отдельных местах листовой пластинки мы наблюдаем образование таких сухих пергаментных пятен, по которым вы точно можете определить, что у вас солнечный ожог. Устранить его несложно, необходимо сделать либо опрыскивание, меловую обработку ваших растений, мы как-то говорили об этом на канале про цветок, либо забелить теплицу, ну, какие-то мероприятия подобные провести, притянить спонбондом и так далее. Ну и последняя, восьмая причина, по которой частенько желтеют листья у огурцов – это старение листьев. Старение листьев может возникать тогда, когда вы слишком увлечены вне корневыми подкормками. Мы об этом говорили, особенно огурцы чувствительны к вне корневым подкормкам, часто вне корневым подкормкам, когда может происходить старение листьев. Кроме того, старение листьев, безусловно, это естественный процесс, который имеет множество различных причин. Преждевременное старение листьев, не последнее из которых является, конечно же, и поражение вредителями, и поражение болезнями, ну и все остальные причины, которые я только что назвал. Но для того, чтобы замедлить старение листьев, чтобы они служили растению как можно дольше, и тем самым продляли вот этот продуктивный период у огурца, для этого необходимо делать такие подкормки, о которых мы с вами говорили, с использованием оксалатов, с использованием щавелевой кислоты. Посмотрите этот ролик на нашем канале, и вы, возможно, придете к выводу, что именно такая подкормка поможет вам в полной мере снять эту причину пожелтения листьев. Попробуйте разобраться самостоятельно, а если у вас не получается, присылайте свои фотографии на портал процветок.ком, мы их соберем вместе, и на наиболее типичные вопросы обязательно ответим в наших роликах. На этом я прощаюсь с вами, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok